Ух ты. Новый год. Или уже наступил или скоро будет. Без понятия. Зависит от того, когда вы этот ролик смотрите. Каждый Новый год мы выпускаем видос с какими-то интересными фактиками. То, чего вы не знали о елке, как ученые сделали рождественский эксперимент и все в таком духе. Знаете что? Это же полная херня. Это видео ради видео. Берется тема, которая такая себе и мы стараемся подать ее максимально интересно. А знаете почему так? Потому что новогодних тем не так уж и много и все они с натяжкой могут быть отдельным выпуском. Я бы без проблем мог сделать так. Смотрите. А вы знаете сколько стоит отправить рождественскую открытку на Марс? Зачем? Кому? Чтобы что? Я бы мог начать рассказывать, что пятилетний мальчик Оливер Гиддингс как-то написал в королевскую почту с просьбой пояснить, сколько будет стоить отправить открытку на Марс. На почте хихикнули и такие, а почему бы и нет. Написали прямо в НАСА. Они такие, ну ок, 100 грамм плюс-минус 56 миллионов километров. Так, это будет примерно 17727 долларов США. Копейки по сравнению с отправкой марсохода. Это где-то 700 миллионов долларов. Охренительно добрая история. Открытку так и не отправили, зато пацан ответом остался доволен. Тянет это на выпуск? Да хрен там. Может быть это? Недавно ученые из MIT, это как раз тот институт, где сумасшедший искусственный интеллект разрабатывали из хэллоуинского выпуска. Решили повеселиться и заставить этот самый искусственный интеллект написать сюжеты для рождественских историй, основываясь на 360 рождественских фильмах из списка в Википедии. Это должно было быть забавно, но на деле полное дерьмо. Вот, например, примерный перевод одного из них. Мэри должна найти друзей из магии и остановить Нейтана от начала Рождества. Серьезные курортные эльфы позаботились о том, чтобы с теннисным рождественским открытием получить умершую Калифорнию, где сурок ждет того, как мудрый дворник травмировал Рождество. Героям нужно выжить в этом шоу несмотря ни на что. Шикарное шоу, я бы такое посмотрел. Несвязная чушь и при этом совсем незабавная. Ну как незабавная, я же в голос ржал. Наверняка самый бесполезный эксперимент в мире. А сами создатели этого говорят, что возможно такой хреновый результат от того, что вместо условно миллиона вариантов искусственному интеллекту дали только 360. Но иногда получалось генерировать прикольные названия рождественским фильмам. Вот, например, Бойцовское Рождество, Рождественская Миля и Оно Санта. Звучит как список того, что нужно запустить под Новый год, если бы такие фильмы действительно существовали. Хотя с таким справился бы и, наверное, совершенно любой генератор предложений в интернете. Хрень же полная. И вы думаете, я посвятил бы этому целый выпуск? Легко. Но не в этот раз. Ведь есть кое-что получше. Бактерии желают вам счастливого Рождества. Звучит, как кликбейтный заголовок. Но это как бы научная статья. В 2014 году один ученый решил взять сенную палочку, бактерии такие, и выстроить их в форме букв, которые соединились в слова счастливого Рождества. Достойно оваций. Не буду больше никогда говорить, что я занимаюсь чем-то бесполезным. Мне далеко до таких масштабов. Прикольно тут только то, что он ведь обдумал эту безумную идею. Хочу такое сделать. И у него получилось. Наука. Я ведь мог сделать из этого целый выпуск. Но вместо этого я сделаю целый выпуск, где буду рассказывать о тех вещах, на которые я мог бы потратить целый выпуск. Это ж блин, так имеет смысл. В общем, я это к чему? В этом году мы не поступим, как в прошлое. Вам там очень весело, да? Мы не будем тратить ваше время на новогодние научные истории. А вообще что было? В этом году хочется просто поговорить. Поговорить о наших достижениях, то, что было в этом году, то, что будет дальше. И переправить все это новогодним настроением. Ведь мы знаем, что его у вас нет. Как и у нас. Что мы сейчас делаем? Что говорим? Вот и пролетел целый год, и у нас есть немного больших цифр по этому поводу. Смотрите, как получается? Что у нас? Сколько? У нас за 2018 год добавилось, подписалось на нас около миллиона подписчиков. Охренеть, это слишком много. Слишком много, в принципе. Сейчас уже почти два. А один миллион это, в принципе, даже для нас слишком много. Ну да, ну за год миллион это очень круто. Да, ну невероятно круто. Просто не все таких результатов за жизнь достигают. Невероятно нам повезло, и это очень здорово. Спасибо вам большое. Сто миллион, примерно сто миллионов просмотров за год. Охренеть, цифра просто еще больше. И еще больше вызывает какие-то прям мысли. Это круто-круто-круто сто миллионов, да. Нравится, знаешь, анализировать, типа, блин, два миллиона, ну грубо говоря, там два миллиона подписчиков, да это же там какая-то страна. Да. Ты такой думаешь, ааа. Да, слишком, а иногда и много стран как бы. Ну, смотря какие страны, да. Чтоб ты понимал, когда у нас было где-то пять тысяч подписчиков, я думаю, блин, да это же целая моя школа. Блин, есть вот, это не шутка. Я помню, сосед ко мне подошел, у нас тогда было пять тысяч подписчиков, а знаете, я еще кичился, типа, ну я пытался выкрутиться от того, что пять тысяч, я пытался как-то оправдать эту цифру. Он меня спрашивает, а сколько подписчиков? Я такой, ну вот смотри, вот приходишь на стадион, да, вот в клуб как бы, пять тысяч человек, это много? Он такой, много? Я говорю, тут у меня пять тысяч подписчиков, он такой, это не так работает, чувак, а я еще обижался на это. Ну, вообще-то это правда не так работает. Звучит хорошо. А на деле не такое. Че делаешь? Натка слез. А да, еще одна есть цифра, мы выпустили за 2018 год 23 видео. Очень большая цифра, конечно. Такая себе цифра, и на этом большие цифры закончились. Слушайте, цифры не главное, да, цифры приходят и уходят, а остаются эмоции. Что вам запомнилось, связанное с каналом за этот год? Давай ты. Мне, наверное, запомнился момент, когда мы были на Старконе, и ты вывел меня с собой на вопрос-ответ на встречу с подписчиками. Это был мой первый опыт. Мне было очень страшно. У меня прям сердечко такое тв-тв-тв-тв-тв-тв, в ладошки потели. Ну, ничего, она все справилась. Чуть не краснели, и если посмотреть видео, это, конечно, стыдоба. Нет, вообще нормально. Я тоже так про себя думаю постоянно, когда уступаю, а потом, ну, такой, через месяц все, да ладно, пойдет. Ну да, 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 могло быть хуже. Могло быть намного хуже. Ты можешь выйти и наложить в штаны, как бы, давайте об этом поговорим, да? Не будем забывать. А тебе? Твоя очередь. Мне запомнилось тем, что я первый раз, получается, помню, если помните выпуск про Нострадамуса. Он недавно был, да? Вы просто у меня парить коротко. Ладно, не буду судить по себе. Ну, так вот, именно в этот выпуск я первый раз за все время выехал куда-то. Вот в квесте мы снимали в рыцарских доспехах, вот это красивое помещение. Вот первый раз я был на выездном, получается, на выездных съемках. Да, ну просто, чтобы вы понимали, Марина постоянно занимается съемками на выезде, и тут Леха постепенно начинает уходить с работы. Внедряется. Внедряется, да, еще больше. То есть максимальное погружение. VR такой. Вот. И потихонечку начинает вот познавать съемки вне нашего дома. Дома-то уже и нет. Смысл в том, что, конечно, да, пришлось переехать. То есть старого фона, я уже говорил, не будет. Зато мы начинаем разработку нового фона для топ-секрета. Это долгое. Это я, ну, надеюсь, быстро сказал. Долго, надеюсь, быстро, да-да-да. Долго, надеюсь, быстро, но зато очень круто. Зато, да. Да, блин, смена всегда это очень круто. Смена локации. Не, иногда люди принимают смену, как бы, такие, типа, раньше было лучше. Да-да-да-да. Но мы хотим сделать не просто комнату, а именно антуражную штуку, чтобы это как будто был квест, при этом свое. Вот. И навсегда чтобы осталось. Именно для рубрики топ-секрет. Остальные мы будем выбирать. Видели? Новую локацию для новой рубрики, которой еще нет названия. Про эффекты. Тоже постарались и сделали антураж. Он очень простой, но мы за этим креслом гонялись по всей Москве. Пытались взять. Уютное. Уютное, да. Надеюсь, людям понравилось. Вы заметили, что в том году появились новые рубрики, было какое-то обновление старых рубрик. Так вот, в следующем году мы обещаем еще новые, еще больше. Обещать же нельзя. Да-да-да. Наоборот. Зачем я что говорю? Можно, знаете, как сделать? Можно… Я же вам говорил просто, я к чему это. Мы с вами говорили о том, что обещать ничего нельзя, иначе это не сбывается. То есть, есть такая вероятность, что это не сбудется. Можно от обратного пообещать что-то фейковое, чтобы это точно не сбылось. Хм. Давайте попробуем. Так, значит, что я обещаю? Обещаю в новом году поменьше контента. Вот максимально мало. Хотелось бы потолстеть, во-первых. Ну, не люблю вообще быть дрящом, мне это не нравится. Вот эти… даже кости, короче, одни. Ну, на самом деле, на 2019 год очень много планов. Обещаю конфликтовать с каждым человеком, который, в принципе, про меня видео запишет или что-то мне слово плохое скажет на улице. Обещаю драться там, например. Кто-нибудь мне что-нибудь скажет, типа, ну, видосы не очень. Я как на сразу. Конечно, хотелось бы вообще уйти с канала, найти нормальную работу. Ну, это все хотят, наверное. Ну, что ж, я обещаю никогда не защитить диплом. Уж работать очень не хочется. Обещаю в новом году совершенно никак не связываться с музыкой, с творчеством. Просто не касаться его. Ну, ну, в жопу. Обещаю, что во мне ничего не изменится. То есть, такая же будет короткая память. Обещаю уйти с канала. Что, ребята уходят, а я что, одна, что ли, останусь? Обещаю, блин, вот когда на съемки ездию, обещаю побольше прям спать. Люблю, когда за камерой спать. Мне нравится. Снимаю и сплю. Обещаю в новом году найти нормальную работу. Обещаю, что во мне ничего не изменится. То есть, такая же будет короткая память. Обещаю вообще не выкладывать фотографии в инстаграм. В общем, вы поняли. Обещаю делать все хуже и хуже. И от своих обещаний не отступлюсь. Ну, а какие обещания сделаете вы? Пишите в комментариях. Не, ребят, серьезно, в жопу конфликты. Зачем нам это? Хочется наоборот, чтобы не конфликтовали на ютубе, а наоборот, как-то собирались в коалиции по интересам и делали что-то действительно крутое. Вот мы, допустим, за последний год хорошо подружились с гео, черным кабинетом. С черным кабинетом хотим сделать какую-то художку, снимать. С одним еще очень крутым чуваком хотим делать музыку. Недавно с каналом Димы Меткина сделали фотосессию. Вот, это фотограф на ютубе. Я уже о нем говорил. Мы сделали фотосессию. Вот, можете посмотреть, очень круто. Я надеюсь, что от всего этого, того, что мы тут стоим, здесь все так красиво, у вас появилось хоть чуть-чуть новогоднего настроения. Потому что лично для меня новогоднее настроение, это вот как раз гирлянды, когда все украшено и да, вот эти вот все атрибуты, кофточки и так далее. Ну потому что, когда пустая квартира, сейчас она пустая, у нас в коробках просто все стоит, это совершенно вот никак. Это просто совершенно обычный, унылый день, когда ты туда приходишь. А вот когда ты все разбираешь, ставишь елочку, наряжаешь ее, когда включаешь гирлянды, это все сразу сияет и сразу хочется дышать. В общем, да, надеюсь, у вас гирляндочки горят, у вас есть чаек в кружке с печенюшками, имбирными печенюшками, есть какая-то ковтейка и именно в таком положении вы смотрите этот видосик. Что вам задает новогоднее настроение? У меня новогоднее вообще настроение появляется, когда я выбираю подарки. Особенно, когда я их упаковываю. Вот эти всякие бумажечки, ленточки вот в этом во всем ковырятся, я прям вообще очень кайфую. И вообще классно, когда вот этот ажиотаж новогодний, не знаю почему, я понимаю, что толкучка безумно дикая, и, конечно, это все очень люто бесит, но при этом, вот ты когда видишь это и такой, сейчас скоро Новый год, скоро подарки и все такое. Ну, то есть подарки, не то, что что-то алчное, типа больше подарков, а то, что ты сам даришь эти подарки, ты их выбираешь тщательно, упаковываешь. Лехи долго выбирали, выбирали Саше, его жене очень долго подарок. Ну, короче, знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот так уходит месяц на то, чтобы ты это все закупил. А тебе? Ну, блин, мне это на самом деле элементарно украшать. Вот мы только недавно с Сашей украсили квартиру, ну, то есть это так приятно, мы включили музычку новогоднюю, вот эту какую-нибудь там Jingle Bells или что-нибудь типа того. У вас красиво получилось, я видел. Да, и по чуть-чуть вместе собираешь, и это как бы объединяет, это дарит тепло, и ты понимаешь то, что вот оно, новогоднее настроение. А потом ждешь, когда эту страну ёлочку разберет. Да, да, да. И как бы в прошлый раз она у нас летом, по-моему, разобралась. Ну, нет, в апреле. Ну, я не знаю, что в ней стоит, почему бы и нет. Да, то есть она же есть, она придает. Действительно, вот ёлочку включаешь, и только от нее свечение, и ты спишь рядом с ней, и, в общем, это классно все получается. А ты спишь пару дней, и огоньки горят, потом тебя это так бесит. Ну, не знаю, ну, не про меня точно. Я обожаю, когда что-то вот одно такое горит в комнате. Хотелось бы увидеть в комментариях, что для вас создает новогоднее настроение, и поделитесь этим, вдруг кто-то увидит лайфхак, ему тоже понравится, он тоже это сделает. Пишите, а я пока сбегаю за этим шампанским. Ну, что ж, по классике, детское безалкогольное шампанское. Ну, потому что, потому что вот так вот. Потому что вот так вот есть. Холодное сердце в этот раз. В прошлый раз были Звездные войны, по-моему? Да, Звездные войны. А, 30% сока. 100% алкоголь. 30% сока. Клубника, яблоко, банан. Между прочим, крутое сочетание. Вот мы одну уже всосали перед этим. Употребили. Употребили. Можно ваше свидетельство о рождении? Пузырьки как в голову дадут? Будешь знать. Малец. Как раньше, квас просто кипели. Там, помню, что-то, типа, 0,01%. Можно поставить на балкон, забродить, чтоб забродило. Да нет, нет, нет. Я пока не стреляю. Давайте что-то пожелать нужно подписчикам. Да, да, давайте. Леха, пожелай. Так, что мы хотим вам пожелать? Что мы хотим вам пожелать? Да, блин, как всегда, самое элементарное, это просто, вот, по-любому каждый из вас там что-то хочет делать. Именно хочет, но никогда не доходят руки. Ну, типа, заняться чем-то, любимым своим делом. А, ну если так, да. Но, типа, откладываешь на потом, типа, да ну потом, или вообще это может быть не мое. Лучше взять, попробовать, и вдруг это получится. Да, кстати, действительно, потому что лучше взять и попробовать, да. Мы тоже открывали канал, и вдруг получится, а вдруг нет. Знаете, творчество это такая штука, оно или выгорит, или нет. Вот, так что лучше попробовать. Мы попробовали, у нас вот, как видите, все получилось. Вот, это просто и везение, и стечение обстоятельств, и упорный труд. Вот, а могло бы просто ничего не получиться. Что, ты бы пожелала? Она смоталась? Ну? Да, наверное, верить в себя, не опускать руки. Какая же? Это, кстати, дополнение к этому. Прям такие баяны-бабаяны, я ничего на Леха не говорил, но ты прям продолжила это все. Ну, а действительно. Я ничего на Леха не говорила, а на тебя как-то отказывала. Слушайте, ну, на самом деле, да, на самом деле в Новый год особо, знаете, больше ничего не пожелаешь. Это классические какие-то штуки. Да, это традиция. Просто, да, традиция такой говорить. Просто верьте в себя, развивайтесь. Просто счастье, здоровье. Да. В общем, самые классические, самые стандартные поздравления – это все для вас. От нас, для вас. Ну, потому что это самое главное. Счастье, здоровье – это действительно самое главное, что можно пожелать. Остальное все придет, как мне кажется. Но счастье, здоровье и ты не купишь за деньги. Это конечно. Вот. По крайней мере, пока кибернетизации нет, пока там не поставили всякие легкие и так далее. Кто там чип уже внедрять в кожу. Похищение инпланетянами, там вот это вот все. Ну да, классика. Ну классика, да, конечно. Но новомодные. Этот праздничный день мы хотим разделить с вами, поэтому мы и записываем это видео. Мы хотим пожелать вам всего самого лучшего в этот Новый год. Мы надеемся, что у вас он пройдет хорошо или уже прошел хорошо. Желаем вам всего самого-самого-самого хорошего. И начинаю. Да, вы, нет, вы что-то говорите, а я начинаю открывать. Интересно, сейчас подожди, надо говорить с Новым Годом. С наступающим или с Новым Годом? Так что давайте, ребята, с Новым Годом. С Новым Годом! С Новым Годом! Пусть все будет хорошо. Ура! 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 Отлично. Пам-пам-пам-пам. Где моя заливная рыба? Сейчас бы оливьешку. Сейчас бы... Сейчас бы в лицо в салат. Сейчас бы вот эти фильмы русские посмотреть классические. Ох, это я люблю. Что там у нас? Какая? Ирония судьбы. Ох, как же хочу! Уже два часа не смотрел. Быстрее пьем и бежим! Чувствуешь? Ох, клумника, яблоко, банан. Да, вот прям. 0,01%! Нотка без алкоголя, чувствуешь? Давайте еще по одной. Можно еще? Давайте еще. Пока согнут в голову. Кажется, меня не развозят. Ох, что эти пузыри. Никого кому-нибудь уже дало. Пузыри, пузырица. Это с праздником. Новый год. Это время подарков и я надеюсь, вы получили то, что давно хотели. Ну а если нет, я по классике рекомендую вам халявку в новый год. Я прекрасно понимаю, что в праздничную ночь не все тусят. Да у меня большая часть друзей женились и проводят вечера уютно и семейно. А вот их друзья остались брошены в новогоднюю ночь, а искать новую вписку уже поздно. Но у меня есть отличное решение, я считаю. Magic the Gathering Arena. И сейчас все, кто учился в школе, в начале 2000-х такие. Че, че, че? Да, дело в том, что эта легендарная карточная игра теперь в цифровом виде и на русском языке. Я не просто так сказал про школу, ведь дело в том, что я без шуток сам играл в Magic в школе. Начал я с покемон карт. Зайдите, кстати, коллекцию нашел, когда коробки для переезда складывал. В этом мы рубились целыми днями. А ребята постарше играли именно в Magic. И со временем, разумеется, я хотел быть похожим на старшеклассников и тоже начал в нее играть. Это я к чему? Проверенно. Даже несмотря на то, что карты были на английском, было круто. А теперь и сам с радостью поиграю, благо бесплатно. Да-да, я же обещал халяву. Там вам сразу несколько колод карт дадут. Так что в путь. Играть по сети или друг с другом. Никого искать не надо. Просто скачиваете, запускаете, проходите простое обучение и вы уже в игре. Ну, я надеюсь заинтересовал тех, кто был не в курсе, а также порадовал олдфагов. Ссылочка в описании, разумеется. Эй, ты. Да-да. Ты. Тот, кто бросил друзей в новогоднюю ночь. Я знаю, что ты все равно сядешь играть в два или в три ночи. Вы все так делаете. Так вот знай. Я буду ждать. Я тебя вынесу. С Новым годом. Пучило в регионе. Пучу себя?" Удив действительно! Круто! Вот на этом. И окунь.